Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Итак, мы говорили о том, что Бог послал в нашу жизнь людей, а именно пять даров служения. Апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и учителей. Это подарки от Иисуса, чтобы помочь нам прийти в меру полного возраста Христова. Чтобы наша жизнь стала зрелой, похожей на Него. Чтобы наша вера стала зрелой, похожей на веру Иисуса. Иисус – наш эталон. Аминь. Бог хочет ввести нас в жизнь, как у Иисуса. Чтобы мы жили, как Он, верили, как Он, приносили плод, как Он. Аминь. Именно такую жизнь Бог нам предназначил. Но для этого Бог потребует от нас развития веры. Он хочет, чтобы наша жизнь веры выглядела, как жизнь веры Иисуса. Аминь. А для этого Он даст ей нагрузку. Давайте поговорим о вере, похожей на веру Иисуса в отношении исцеления. Нам важно поговорить об этой сфере. Потому что вера работает одинаково в каждой сфере. Но вам все равно необходимо развивать свою веру в каждой сфере. Одно дело иметь веру, что Бог восполнит ваши финансовые нужды. Но другое дело развить веру в то, что Он восполнит ваши физические нужды. Например, Иисус всегда предъявлял требования к вере окружающих Его людей. Помните, что Он сказал Своим ученикам? Он проповедовал множеству народа и говорит, «Они со мной уже три дня. У них закончилась еда. Давайте устроим праздничный ужин, прежде чем они разойдутся по домам». Они были в пустыне. И Он обращается к своей команде, к ученикам, и говорит, «Что у вас есть?» Он их вовлекает, а они, «Этого не хватит, этого не хватит». Он пытается развить их веру, нагрузив ее. И Андрей говорит, «Ну, здесь у одного мальчика есть немного хлеба и рыбы». И тут он отказывается от этой мысли, так как она звучит нелогично для разума. Все не сходится. И он отмахивается. «Но что это для такого множества?» Знаете, что это? Это чудо. Так начинается ваше чудо. Иисус вовлекал учеников, обучая их и тренируя их веру. И Он сказал, «Принесите Мне эти хлебы и этих рыб». И Он взглянул на небо. Когда вы развиваете веру, не забудьте смотреть в правильном направлении. Будете смотреть на Меня, вы никогда не будете развиваться, вы не будете правильно развиваться. Сказано, что Он взглянул на небо и благословил то, что у Него было. Он не жаловался на то, что у Него было. Он не ворчал. «Этого недостаточно!» «Зачем вы Мне принесли так мало?» Когда Он посмотрел в правильном направлении и благословил то, что у Него было, то, что было недостаточно, стало более чем достаточно. Аминь. Ученики лишили бы себя этого праздничного ужина, будь все лишь по их вере, так? Но Его вера подавала пример. И Он не раз так поступал в Своем служении. Это то, чего Бог хочет от нашей веры, чтобы при каждой нужде наша вера приносила результат. Именно это Иисус показал нам Своей жизнью. Каждый раз, когда Он сталкивался с нуждой, Его вера приносила результат. И это зрелая, растущая, развивающаяся вера. Аминь. Что касается исцеления. В четырех Евангелиях записано 19 случаев исцеления. Некоторые из этих случаев повторяются в разных Евангелиях, поэтому выглядит словно их больше, но в четырех Евангелиях всего 19 случаев исцеления. Однако в 12 из них Иисус сказал, что именно вера человека приняла исцеление. То есть в 12 из 19 случаев была задействована вера людей. О чем это говорит? В большинстве случаев вы получаете что-то от Бога по вашей вере. А по мере роста и обретения зрелости все будет по вашей вере. Аминь. Заметьте, Он подошел к слепому, нуждавшемуся в исцелении. Иисус плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал глаза слепому. И что Он сказал слепому? «Пойди умойся в купальне Силаам». Он сказал ему куда-то пойти. Он дал ему что-то сделать. Зачем так поступать со слепым? По земной логике мы бы сказали, он слепой. «Просто поднесите Ему бутылку с водой и пусть вымоет глаза». Иисус не пытался все облегчить для слепого. Иисус пытался включить его веру. Иисус не будет, Бог не будет делать то, что легче для вашей веры. Он будет делать то, что лучше для вашей веры. Это так важно понять в жизни веры. Если вы постоянно ищете легких путей, вы никогда не возрастете. Но если вы ищете лучшего, чего придется добиваться верой, она будет расти. Итак, Он дает нагрузку вере этого человека. Он говорит, «Пойди умойся в купальне Силаам». Мы не знаем, как далеко это было, но ясно, что это было на каком-то расстоянии. Ему надо было найти кого-то. Я не знаю, отвел ли его кто-то туда или как-то еще, но Бог предъявил к нему требования. Почему? Он что, бессердечен? Нет, просто он даже слепого не станет превращать в духовного калеку. Он не позволит ему опираться на чужую веру. Этому человеку нужна вера. Аминь. Потому Бог предъявил к ней требования. Задумайтесь. Иисус сказал, «Пойди умойся в купальне Силаам, и придешь зрячим». И все время, пока Он шел, «Когда я дойду до воды и умою глаза, я прозрю. Когда я дойду до воды и умою глаза, я начну видеть». Что сделал Иисус? Он привел в действие Его веру. Заметьте, Он сказал ему что-то, что потребовало от него послушания. Именно это приводит веру в действие. Вы можете иметь веру, и при этом она может не работать. Бог даст ей нагрузку, даст вам что-то, что потребует послушания. Послушание обязательно для сильной веры. У непослушных людей не бывает сильной веры. Бог дает вам что-то для послушания, не чтобы ставить вам палки в колеса, а чтобы привести вашу веру в действие, потому что Он делает то, что лучше для вашей веры. Вспомните десять прокаженных, которые взывали к Иисусу издалека. Он сказал им, «Пойдите, покажите священникам». И они пошли. И сказано, что пока они шли показаться священникам, когда они шли, очистились. Как это? Когда они шли, они исцелились. Он дал им что-то для послушания. И когда они послушались, их вера заработала. И их чудо вышло навстречу их вере. Аминь. Как насчет человека с иссохшей рукой? Иисус сказал, «Протяни руку твою». Он сказал ему что-то сделать. Он не пытается удержать чудо от людей. Он дает им что-то, над чем должна поработать их вера, чтобы она росла и становилась крепкой, чтобы они могли получить то, что у Бога есть для них. Аминь. Как насчет расслабленного? Он ему сказал, «Встань и ходи». Он не сказал, «Кто-нибудь, подойдите и поднимите его на минутку». «Парни, подойдите по одному с каждой стороны». Нет, он делает то, что лучше для веры этого человека. Вставай. Он дает ему что-то для послушания. Каждый день прислушивайтесь, что Бог говорит вам сделать, чтобы ваша вера начала работать. Аминь. Ну, знаете, Бог сказал мне дать 100 долларов, но у меня нет 100 долларов. Если Он сказал вам дать кому-то 100 долларов, это потому, что Он хочет, чтобы вы поверили Ему об этом. Он хочет, чтобы вы включили свою веру. Он дает вам что-то для послушания, что потребует от вас веры. Не говорите, у меня этого нет, поэтому я не могу этого дать. Скажите, «Отец, раз ты сказал мне дать это, я верю тебе об обеспечении». Он делает это, потому что пытается заставить вашу веру заработать для ваших нужд. Аминь. Как насчет богатого юноши? Он пришел к Иисусу и сказал, «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал, «Одного тебе не достает». Помните? Он сказал, «Тебе одного не достает». Люди читают это, и из-за того, что Иисус сказал, «Возьми все свои деньги, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и приходи по следу за Мною», люди думают, «То единственное, чего Ему не доставало, это быть нищим». Нет, ни этого Ему не доставало. Единственное, чего Ему не доставало, это не готовность и послушаться, и отдать все свои деньги, и избавиться от своего богатства. Единственное, чего Ему не доставало, это, что Ему не за кем было следовать. Иисус сказал, «Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и приходи по следу за Мною». То же самое указание получили 12 учеников, «Следуй за Мной». Но этот юноша полагался на свои деньги и не был готов от них избавиться, а потому не последовал за ним. Иисус давал ему что-то для послушания, чтобы привести в действие его веру, потому что он верил в свои деньги. А Иисус пытался добиться, чтобы он перестал верить в деньги. «Избавься от ложного объекта веры. Приходи, по следу за Мною, и ты будешь полагаться на что-то истинное». И я вам вот что скажу. Если бы он выполнил слова Иисуса, он бы в конечном итоге стал намного богаче, чем до встречи с Иисусом, потому что он получил бы это верой. Иисус не пытался сделать его нищим. Иисус давал ему что-то для послушания. И заметьте, он не захотел этого. Многие люди получали предложение и возможность иметь сильную веру, но не захотели этим воспользоваться. Ну, слава Господу. Аминь. Это по-любому истина. Если Богу удастся привести в действие вашу веру, Он сможет принести в вашу жизнь тот ответ, в котором вы нуждаетесь. Поэтому Он даст вам что-то для послушания. Даже если вам кажется, что это какая-то мелочь, не обязательно нужно что-то большое и великое, чтобы включить вашу веру. Просто сделайте, что бы он ни сказал, чтобы включить свою веру. Много лет назад в одной из деноминаций был служитель, проповедник, который никогда не учил об исцелении, не понимал, не слышал учения об исцелении. Однажды он переходил улицу, и его сбила машина. Он был покалечен, и врачи даже боялись, что придется ампутировать ногу. Они совершенно не оставляли ему никакой надежды, говорили, что он останется на всю жизнь калекой. Лежа на больничной койке, читая слово, он начал находить места писания об исцелении. Он начал исследовать и обнаружил, что в Иакова сказано, «Призови пресвитеров, и пусть возложат руки на тебя, помолятся за тебя, и молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь». И он услышал об одной церкви, где верили в молитву за больных, и он позвал некоторых лидеров этой церкви помолиться за него. Когда они пришли в его палату, Бог проговорил к нему, «Если ты хочешь, чтобы они возложили на тебя руки, я исцелю тебя в подтверждение Моего слова. Но если ты хочешь иметь служение и исцеление, сам поверь в свое исцеление». И Бог сказал, «Выбор за тобой, хочешь ли ты иметь служение и исцеление или нет. Если ты не хочешь иметь служение и исцеление, я исцелю тебя по вере других. Но если ты хочешь иметь служение и исцеление, я помогу тебе развить твою собственную веру». Тут уже дело не только в его исцелении, но в том, чтобы он помогал другим получить исцеление. И он сказал, «Я получу это своей верой». Видите, Бог повел его в то, что было лучше для его веры. Думаете, Бог вызвал эту аварию? Нет, 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 Бог этого не делал. Но Бог берет то, чем дьявол хотел вас погубить, и еще больше вводит вас в то, что у Бога есть для вас. Аминь. Итак, он сказал, «Я получу это своей верой». Вы знаете, что это значило? Это значило, что его исцеление немного задержалось, пока его вера росла и развивалась. Но когда она выросла, он был исцелен и выставлен по его собственной вере. На это ушло больше времени, но теперь у него было что-то стоящее, чтобы давать другим. Аминь. Вы будете предъявлять требования к своей вере на основании того, как вы хотите, чтобы выглядела ваша вера. Этот служитель хотел, чтобы его вера выглядела как служение исцеления. И потому он предъявил более высокие требования, и Бог предложил ему что-то, ради чего предъявить требования к своей вере. Аминь. Давайте поговорим о вере для финансов. Кто из вас знает, что вам нужна не только вера для исцеления, вам нужна и вера для финансов. И именно в этой сфере люди больше всего спотыкаются, потому что они имеют дело с деньгами каждый день. Каждый день они встречаются с финансовыми нуждами. И все в детстве слышали что-то от родителей. Кто-то слышал от родителей, я не могу себе этого позволить, ты этого не получишь, у тебя никогда этого не будет. И вы всю жизнь слышали, у нас не хватает на это денег. И это становится вашей дурной привычкой, вы просто продолжаете это повторять. Но теперь, когда вы в Божьей семье, кто сказал, что вам чего-то не хватает? Если ваша вера не будет расти и развиваться, у вас будут финансовые трудности, но если вы поможете своей вере расти, будете ее питать и давать ей нагрузку, вы войдете в благословение, предназначенное вам Богом. Я сейчас имею в виду финансы. Например, Бог будет делать то, что лучше для вашей веры в плане финансов, а не то, что легче вписывается в ваше понимание и проще для вашего душевного спокойствия. Он поведет вас на передовую вашей веры, а не в тыл вашей веры. Развивая вас, Бог увеличивает нагрузку на вас и ваши ресурсы. Но кто из вас понимает, что это не отрицательная нагрузка, это не груз волнений, это не давление, это не груз страха, это растяжка для вашей веры. Аминь. Когда Бог заставляет вашу веру работать, развивает ее, вам не нужно попадать под давление, вам не нужно быть в страхе и волнении, потому что Бог не будет в этом участвовать. Но вам нужно согласиться на определенную нагрузку и растяжку. Аминь. Я разговаривала с одним драгоценным пастором, и он сказал, «Пастор Нэнси, нам нужно новое церковное здание, то здание, в котором мы сейчас, недостаточно для нашей церкви». И он сказал, «Я хочу, чтобы вы со мной помолились. Одному человеку принадлежит здание в нашем городе, и он в своей бывшей церкви разрешал использовать его безарендные платы более 20 лет. Он был благословением для своей церкви, но теперь тот пастор переехал, и здание сейчас свободно. Я встретился с владельцем, и он сказал мне, «Я не уверен, что я хочу делать с этим зданием. Мне нужно об этом помолиться». Он христианин. Он сказал, «Я могу вам его продать, я могу сдать вам его в аренду, могу сдать с правом выкупа, или могу просто вам его отдать. У меня есть несколько разных вариантов. Я просто помолюсь и посмотрю, что Бог хочет, чтобы я сделал». Итак, пастор сказал, «Пастор Нэнси, вы помолитесь с нами об этом здании?» И я ответила, «Конечно, помолюсь, но я вам вот что скажу. Я не буду молиться, чтобы Бог дал его вам, если это не лучше для вашей веры. Возможно, это легче для вас, но не лучше для вашей веры. Что тогда будет? Вы расслабитесь и будете ожидать, что Бог будет просто вам все подавать. А вам нужно развивать свою веру, чтобы вы умели брать. Чтобы вы умели брать, а не рассиживать и ожидать, что люди вам будут все подавать. Это не вера пассивно сидеть дома и просто исповедовать, ничего не делая. Не нагружая свою веру, а просто ожидая, что кто-то придет и даст вам все. Вера встает и действует. Аминь. Если у вас на сердце новый дом, идите и ищите. Вы скажете, «Но у меня нет денег». Но у вас есть вера, чтобы действовать. Просто встаньте и идите смотреть дома. «Знаете, мне нужна другая машина. Ну так пойдите, посидите в машинах». Я имею в виду машины на продажу, не просто любые машины. Но пойдите в автосалон, рассмотрите машины, посидите в них. Вы скажете, у меня нет денег. За просмотр денег не берут. Это бесплатно. Но это запустит в действие вашу веру. Это разожжет вашу готовность достигать и верить. Аминь. Позвольте сказать вам, что Бог в вас не делает. Он будет делать то, что лучше для вашей веры, а не что дешевле для вашего кошелька. Так много людей живет в поисках того, что подешевле. С менталитетом, я покупаю только по скидкам. Это лучше для вашей веры? Позвольте сказать вам, Бог предъявит требования к вашим деньгам, просто чтобы развить вашу веру. Не поймите меня неправильно. Я не говорю о расточительности. Я не говорю о том, чтобы бросаться деньгами. Но так много людей в теле Христа экономят деньги вместо того, чтобы развивать веру. А это две большие разницы. Они пытаются делать все, что дешевле, и это наносит вред их мышлению веры. Вам необходимо иметь мысли веры, если вы хотите иметь сильную веру. А у большинства людей дешевые мысли. Мысли банкрота, мысли «у меня не хватает денег». Вместо того, чтобы развить мышление, у меня есть обеспечитель. Мой отец позаботится обо мне. Я знаю, что появилась нужда, но мой отец любит меня. Он позаботится обо мне. Он обеспечит меня. Или же люди бегут к родственникам за подмогой, вместо того, чтобы бежать к своей вере. Почему? Легче обратиться к людям с просьбой о деньгах. Но если вы хотите быть по-настоящему благословенны, обратитесь к Слову и заполучите веру. Бог будет вести вас на основании того, что лучше для вашей веры, а не того, что дешевле для вашего кошелька. И иногда нужно взять и заплатить за что-то больше, чем вам бы хотелось, просто, чтобы разорвать в своей жизни эту удавку, просто, чтобы разбить этот менталитет недостатка. Позвольте мне сказать вам, почему христиане нищие. У них неправильное мышление. У них неправильное мышление о деньгах. Аминь. Давайте я вам скажу, как я поступаю. Если я что-то хочу, я это покупаю. Потому что на некоторые вещи, которые я хочу, никогда в жизни не будет скидок. И если бы я ждала распродажи, я бы так никогда их и не получила. Если я этого хочу, мой отец хочет, чтобы я это имела. Брат Хэгген был нашим духовным отцом. Он был разъездным служителем, и много лет назад он повсюду ездил на своей машине. И много-много лет назад у него были только подержанные машины, и они постоянно ломались. Наконец, он развил свою веру настолько, что приобрел абсолютно новую машину. Это была самая лучшая модель. В то время это был Кадиллак. Итак, он купил себе Кадиллак. Это была самая лучшая машина на тот момент. И прошло где-то три недели, и началось финансовое давление в его служении. И он сидел дома, сокрушаясь о том, что он наконец сделал шаг веры и приобрел эту совершенно новую машину, и тут бах, обрушился финансовый удар. И вот он горюет, что он купил эту машину. Он сидит у себя дома на диване и думает, «Ну, просто пойду и верну ее в салон. Верну эту покупку». И пока он так решает сдать назад, именно этим он занимался, решал пойти на попятную. И в это время ему является Иисус, встает перед ним и задает ему вопрос, «Ты знаешь, какую машину я хочу, чтобы ты имел?» Брат Хейген говорит, «Нет, какую машину ты хочешь, чтобы я имел?» Он говорит, «Я хочу, чтобы у тебя была машина, которую ты хочешь». Вы спросите, Иисус явился ему по поводу машины? Нет, 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 нет. Помните, что я говорила? Он использует маловажные вещи, чтобы вас тренировать. Он явился ему по поводу дешевого мышления. Он явился ему по поводу неправильного мышления. Он явился ему по поводу мышления отступления назад. Потому что он знал, что голос Папы Хейгена будет звучать в жизни миллионов людей. И он хотел, чтобы он передал правильные мысли людям, которым будет служить. Дело было не в машине, а в образе мышления. Послушайте, восьмая глава римлянам говорит, что мы водимы Духом Божьим, когда христиане научатся, что мы не водимы ценниками. Если Бог положил вам на сердце что-то, что может быть вашим, не позвольте ценнику диктовать вам, что вы не можете иметь то, что Бог назвал вашим. Бог хочет, чтобы у вас было все, чем вы наслаждаетесь. Очень многие стремятся только к восполнению нужд, но Бог хочет исполнить ваши желания. Почему? Он Бог избытка. У Него всего больше, чем достаточно. И Слово говорит, Он дает нам все. Не только необходимое, а все для наслаждения. Это что же? Я могу купить что-то по одной простой причине, что я этим наслаждаюсь? Так Бог сказал. Если это приносит вам наслаждение, Бог хочет, чтобы у вас это было. Я сказал, если это доставит вам наслаждение, Бог хочет, чтобы вы это имели. Не поймите меня неправильно. Не берите из денег на оплату счетов, чтобы купить то, что приносит вам удовольствие. Используйте свою веру, чтобы получить дополнительные средства. Понимаете? Не будьте невеждами и не используйте деньги не по назначению. Но Бог не хочет, чтобы вы ограничивали свою веру. То, что вы сейчас не можете себе этого позволить, еще не значит, что вы не можете этого иметь. Если вы включите свою веру, слава Господу! Бог будет делать то, что лучше для вашей веры, а не то, что легче для вас. У одного служителя был самолет полностью выплаченный. Он стоил более 30 миллионов долларов. То есть это не начальный уровень. Речь идет о высшем классе. Это чудесно. Вы скажете, служителю такое не подобает иметь. Но у пасторов есть здание. Почему разъездной служитель не может иметь необходимого ему оснащения? Это совершенно уместно. У политиков есть самолеты. Они есть у звезд Голливуда. У рок-звезд они есть. Видите, я говорю о мышлении. У детей дьявола они есть. То, что мы делаем, важнее, чем то, что делает кто-либо другой, когда вы распространяете Евангелие. Вы влияете на будущее людей в вечности. Вы делаете что-то важное. У него был самолет дороже 30 миллионов долларов, полностью выплаченный. Он на нем летал, и однажды Бог сказал, «Я хочу, чтобы ты приобрел вон тот другой самолет. Этот другой самолет стоил 54 миллиона долларов». Служитель ответил, «Мне тот самолет не нужен». Он не хотел «тот». Он сказал, «У меня нет денег на тот самолет, у меня были деньги на этот». Но даже хотя он достиг уровня полностью выплаченного самолета, вы знаете, что случилось? Вера стала невостребованной. Все уже заплачено. И что будет делать Бог? То, что дешевле? Нет. Он будет делать то, что лучше для вашей веры. Поэтому он сказал этому человеку, «Я хочу, чтобы у тебя был тот другой самолет». И он ответил, «Отец, я совершенно доволен этим самолетом». Бог сказал, «Да, но я недоволен, потому что твоей вере нужен тот». И люди скажут, «Никому не следует столько денег тратить на самолет». Послушайте, если потребовалось 54 миллиона долларов, чтобы бросить ему вызов, а у вас перехватывает дыхание уже на 500 долларах, кто вы такой, чтобы решать, что у кого-то должно перехватывать дыхание на вашем уровне? У него может перехватить дыхание настолько выше. Я хочу, чтобы вы поняли. Его вера настолько выросла, что потребовалось 54 миллиона долларов, чтобы найти, что бросит ему вызов. Как выяснить, что является вызовом для вас, когда у вас перехватывает дыхание? И теперь у служителя есть тот самолет. Многие люди критикуют его. Почему? Потому что многие думают о том, где найти подешевле. А Бог думает, «Я сделаю то, что лучше для веры этого человека». Это значит, что Бог никогда не оставит вас в застое. Он никогда не оставит вас на уровне прошлого года. Он ожидает, что завтра вы будете верить о большем, чем сегодня. В следующем году Он будет ожидать от вас веры в большее, чем сегодня. Почему? Бог будет делать то, что лучше для вашей веры. Почему? Потому что только так ваша жизнь будет похожа на жизнь Иисуса. Вера Иисуса постоянно росла, постоянно развивалась, постоянно простиралась. А Он – эталон нашего развития. Бог будет развивать вашу веру и предъявлять требования к вашей вере. Я скажу иначе, извините. Он предъявит требования к вашей вере, чтобы вы могли развивать свою веру. Аминь. Кто из вас знает, что жизнь веры – лучшая жизнь? Жизнь веры даст вам жизнь, похожую на жизнь Иисуса. Мы спаслись не для того, чтобы наша жизнь выглядела как прежде. Мы спаслись не для того, чтобы согласиться с рамками и ограничениями в наших финансах, нашем здоровье, нашем мышлении. Мы спаслись, чтобы войти во все, что нам предлагает Бог. Он предлагает нам высокое мышление. Он сказал, мысли мои выше мыслей ваших. Пути мои выше путей ваших. Давайте пойдем выше. Аминь. К его мышлению, на его пути. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Продолжение следует...